сегодня сегодня 11 сентября 2022 года и мысль моя вот какая тема сегодня о медицине и о лечении в медицине такая большая тема на самом деле очень небольшая небольшой кусочек этой темы наверное речь идет о том что лечение в медицине в принципе можно разделить на скажем так острые ситуации острые неотложная медицина и в неотложной медицине там понятен результат и понятен смысл работы смысл работы неотложной медицины это выживание то есть другая сторона лечения или скажем так недостатка лечения это смерть значит выборе между жизнью и смертью конечно выбирается всегда жизнь и естественно все способы хороши при этом и поэтому неотложная медицина во первых очень хорошо развита и во вторых она действенна то есть реально ее действие можно как бы оценить в том что человек остался жив поэтому всегда как сказать ну да это здесь вот другая медицина на не неотложная на скажем так медицина хронических состояний и ее оценка достаточно сложна потому что неизвестно как бы стал человеку лучше или нет и я чего стало лучше от вмешательств медицины или он и без вмешательства медицинского стало бы улучшаться или может наоборот ему стало хуже от вмешательства медицины то есть как бы возможный вариант и стало лучше стало хуже или осталось на том же месте и непонятно какову какую Какую роль или какую компоненту в этом исходе имеет именно медицинское вмешательство или какое-то лечебное мероприятие. И есть моя точка зрения, опять же, это много такого медицинского вмешательства, лечебного вмешательства происходит именно по причине случайных находок исследований. Крови, например, каких-то гастродуаденоскопии, колоноскопии, рентгеновские какие-то снимки и так далее. То есть много разных исследований, которые считаются профилактическими, и действительно они профилактические, они выявляют случайные находки, когда у человека еще, собственно говоря, никаких клинических проявлений нет. То есть ухудшение его жизни, качество жизни не происходит, и он этого не замечает. И по результатам этих случайных находок начинается лечение еще хуже, если это какие-то кардинальные лечения, то есть, например, хирургические лечения. И я считаю, что часто именно в таких случаях, то есть понятно, что да, если человек болит, не болит, то есть он мучается, и вот чтобы прекратить его мучение или ослабить его мучение, предпринимаются какие-то меры. И хорошо, если это там медикаменты или там инъекции, то есть все равно, грубо говоря, там ничего особого они не изменят в организме человека, и ну как бы сложно что-нибудь там испортить, скажем так. То есть если уж что-то не так пошло, то любое вещество, которое введено в человеческое тело, ну оно выводится за 3-4 дня. Если же это хирургическое вмешательство, то значит, конечно, здесь уже неисправимое, то есть невозможно поправить ситуацию. Тем более, что, кстати говоря, очень немногие люди видели, как происходит хирургическая операция. То есть достаточно грубые действия, достаточно такой коновальский, ну в общем-то... В общем, это не сумки и не костюмы шить, это достаточно грубое вмешательство. И то, что организм потом восстанавливает структуру, это заслуга организма, а не тех хирургов, которые там шьют, и одно пришивает к другому, и удаляет что-то, и так далее. В любом случае, хирургическое вмешательство, это в принципе, по моему мнению, должно приравниваться к неотложной медицине и делаться по неотложным показаниям. Когда, с другой стороны, этого вмешательства или невмешательства стоит смерть. То есть, когда выбор между жизнью и смертью, и тогда хирургическое вмешательство оправдано, потому что оно сохраняет жизнь, скажем так. Или, во всяком случае, стремится сохранить жизнь. Если же это на ровном месте происходит, то я считаю, что это не оправдано, особенно если нет клинических проявлений. То есть, нет у человека, конкретного человека, нет конкретных жалоб, или жалобы его настолько невелики, с которыми он может смириться. И попробовать для начала, как бы, не такие кардинальные способы исправления качества своей жизни. И вот такие случайные находки, это очень большая часть, в принципе, очень большая часть дальнейшей коррекции. И коррекция, она, я бы назвал ее такой, она имеет такой косметический характер. Косметический характер, потому что она не внедряется, то есть, она не глубоко изучает. Она, как сказать, выправляет нарушения непосредственно. Непосредственно видимые нарушения, скажем так. То есть, если это какие-то цифры в анализах крови, например, то просто приведение к норме. Или там, я не знаю, что еще. Ну, в общем, примерно так. И часто, я считаю, что такие косметические поправки, или вообще поправки такие, которые именно не связаны с клиническими жалобами, они являются каким-то, становятся каким-то пусковым механизмом для других нарушений. И вот тут загадочная область. Я мало встречал это в литературе. То есть, как, например, лечение диабета, особенно инсулином, приводит к почной недостаточности. То есть, такая непрямая связь. Наверное, если долго искать, можно найти. Но наблюдал я очень часто это. Ну, естественно, почная недостаточность быстро развивается и приводит к смерти. Далее, например, прямые связи. Так вот, гипертоническая болезнь, так называемая гипертоническая болезнь, лечение гипертонической болезни, то есть, приводит, то есть, наверняка часто к ишемическим инсультам и к нарушению мозгового прообращения, как сказать, частичному нарушению, то есть, или хроническому нарушению мозгового прообращения, то есть, к деменции, в принципе, к старческому слабоумию. Либо каким-то обмороком, например, человек может упасть и просто-напросто сломать. То есть, какие-то переломы, именно переломы, возрастные переломы, это именно очень часто, я считаю, и именно как следствие вот такого короткого, короткой потери сознания за счет нарушения, ухудшения мозгового прообращения, за счет снижения артериального давления. Вот такие штуки. Ну и таких много вещей, то есть, я уж не говорю об, скажем так, операциях на позвоночнике, когда прибегают к операциям на позвоночнике, даже не пытаясь, скажем так, неоперативным способом каким-то образом облегчить или изменить ситуацию. Вот такие вещи. Наверное, это все, наверное, да. Вот, ну, с опухолями, опухолями, раковыми опухолями, да, то есть, я не знаю, то есть, есть связь с гиперплазией простаты, и, например, когда делают операцию на гиперплазии простаты, удаляя фактически простату, то есть, это может привести к возникновению опухолей в других местах локализации, то есть, не ракопростаты, собственно говоря, просто именно уже злокачественных опухолей в других местах. Ну, это уже, как бы, нам большой вопрос, но есть такое наблюдение. Вот. Хотя человек мог бы жить и жить, называется, с гиперплазией. Вот, наверное, это и все. Так это, если так сумбурно, но именно это касается, именно что всегда в хроническом случае, или, скажем так, то есть, не медицина срочных случаев, не срочная медицина, она именно характеризуется тем, что можно подождать, можно отложить, можно попробовать разные варианты. И если не будет ухудшения или даже будет улучшения, то можно всегда отказаться от, скажем, каких-то кардинальных непоправимых решений, скажем так, неизменяемых решений, как говорят, 7 раз отмерь, 1 отрежь. То есть, в медицине я бы сказал, что это 100 раз отмерь, 1 отрежь. Вот такие вещи. Вот это, наверное, пока все.